Как тебе такой мем? Это новая Toyota Crown Signia 2025 года. И это кроссовер. По крайней мере, так заявляют Toyota. Мне кажется, что он больше похож на универсал, но они называют его кроссовером. Таким образом, это уже девятый внедорожник от Toyota. Он пришел на замену Venza и по размеру должен занять место между RAV4 и Highlander. Только вот он дороже Highlander, при том, что в нем меньше посадочных мест. Если вы еще не запутались, отлично. Сегодня я собираюсь снять обзор на Crown Signia, чтобы показать вам все его фишки и особенности. Спонсор сегодняшнего видео – Cousin Beats. Мой сайт с онлайн-аукционами для современных автолюбительских машин. На данный момент на Cousin Beats проданы машины почти что на 500 миллионов долларов. Это всевозможные особенные и крутые тачки вроде этой, и этой, и этой, и этой. Если вы подумываете продать свою автолюбительскую машину, воспользуйтесь обширной аудиторией Cousin Beats.com. Ладно, время для фишек и особенностей. Тойоты Crown Signia. Начнем с, несомненно, ее главной фишки, чем она является и где находится ее место в модельном ряду Тойота. Ладно. По словам Тойоты, это двухрядный кроссовер, который пришел на замену Венза. Выпуск, который завершился ранее в этом году. Эта же машина поступит в продажу где-то этим летом. Тем не менее, у меня есть кое-какие вопросы к этим заявлениям от Тойоты. Начнем с того, что это кроссовер. Я взял свою проверенную рулетку Cousin Beats и замерил его. И в высоту он 1613 миллиметров. Это делает его ниже Subaru Outback, высота которого достигает 1676 миллиметров. Кто-то сразу скажет, что Outback с годами становился все крупнее, и теперь это уже не универсал, а кроссовер. Что значит, и это тоже, вероятно, кроссовер. Но все же, если вы считаете Outback универсалом, то эта машина ниже. Ладно, Crown Signia выше моего универсала Mercedes E-класса. Это, несомненно, универсал, и его высота 1500 миллиметров. Но мы говорим о нескольких сантиметрах разницы, и ни одна из этих машин не достигает высоты высокого кроссовера-внедорожника. Так что, как по мне, это все же скорее универсал, чем кроссовер. Если же вы согласны с Toyota и называете это кроссовером, это означает, что теперь у них есть 9 различных кроссоверов и внедорожников. Сейчас попробую перечислить BZ4X, Corolla Cross, RAV4, Highlander, Grand Highlander, это 5, Forerunner, Land Cruiser, это и Sequoia. 9 различных внедорожников, что означает, что каждый их сегмент и так уже очень тонко нарезан, и места для нового для этого не так-то и много. И особенно это так, если учитывать, какое именно он занимает место. Зацените. Toyota отменили Вензу второй раз. У них была оригинальная Венза, ее отменили спустя несколько лет, вышла вторая, ее тоже отменили, потому что обе они продавались так себе. Венза была двухрядным кроссовером, так же как RAV4, но она была более дорогой. И потребителям они были особо не нужны, поэтому Венза не стала. Проблема в том, что цены на Вензу начинались от 36 тысяч долларов. Эта машина, которой заменили Вензу, стоит от 45 тысяч. То есть она дороже автомобилей, которые только что отменили из-за плохих продаж. И по факту, 45 тысяч, которых стоит базовый Crown Signia, делают его дороже обычного Toyota Highlander, у которого больше мощности, он крупнее и обладает тремя рядами сидений, в отличие от Crown Signia. Охотно отмечу, что Crown Signia внутри намного лучше Highlander. Особенно если говорить о Highlander из диапазона цен на эту машину. Салон Highlander от 45 до 50 с небольшим тысяч долларов определенно хуже, чем здесь. И это ключевой момент в позиционировании этого автомобиля. Но все же я сомневаюсь в теории о том, что кому-то понадобится двухрядный кроссовер вроде RAV4, но по цене средней или высокой комплектации Highlander. Не похоже, что существует много людей, заинтересованных в подобном, учитывая, что в нем, опять же, меньше практичности, чем в Highlander. Меньше мощности и более низкие характеристики. С учетом сказанного, для кого-то силовая установка Crown Signia покажется достоянием даже, при том, что в ней меньше мощности, чем у Highlander. Это из-за того, что эта машина по стандарту оснащена гибридной силовой установкой с фантастическим расходом топлива. Это гибридные четыре цилиндра объемом 2,5 литра и их максимальная мощность составляет 240 лошадиных сил. Это не так уж и много, особенно для среднеразмерной кроссовера универсальной тачки. В результате до 100 эта машина едет чуть дольше 7 секунд. Не очень-то и быстро. Она, конечно, не прямо опасно-медленная, но спортивной ее не назовешь. Тем не менее, преимуществом будет расход топлива. 6,2 литра на 100 километров в смешанном цикле, и это с учетом полного привода, которым стандартно оснащены все Crown Signia. Так что вместо мощности и характеристик вы получите почти 6 литров на 100 километров. Отличный расход топлива и всепогодную безопасность благодаря полному приводу. Ну да ладно, переходим к фишкам и особенностям Crown Signia и заканчиваем с ее предысторией. Начнем с ключа. Это не просто обычный ключ Toyota, это ключ от моей Sequoia. Скучный и обычный ключ, потому что я купил скучную и обычную Toyota. Но к Crown прилагается вот этот ключ, на котором в специальном местечке сзади написано Toyota Crown. С таким ключом вы испытаете более роскошное ощущение, нежели стандартный покупатель Toyota. Но прежде чем забраться внутрь, давайте обсудим фишки экстерьера этой машины. Начнем со стайлинга передка, который выглядит несколько нетипично. Смотрите на него и там много всякого. Во-первых, вот эта тонкая полоса света расположилась там, где обычно находятся фары, и это не фара. Это светодиодный габарит, который при включении поворотника станет поворотником. Фары же вообще-то находятся вот здесь, вроде как здесь следовало бы разместить противотуманку, но нет. Это фара. Если посмотреть повыше обеих этих штук, вы обнаружите вот это, и это обычное отверстие. Так что фары находятся в необычном месте, габариты в необычном месте и отверстие. Если переместиться в центр, мы обнаружим там решетку. Она также немного странновата. Сначала в ней множество отверстий, затем их становится меньше до тех пор, пока в конце они не заканчиваются. Так выглядит решетка. Помимо достаточно странного передка этой машины, должен сказать, что мне очень нравится, как выглядит Краун Сигни. Я фанат универсалов, и этот я тоже считаю универсалом. Мне кажется, что они проделали хорошую работу, и он хорошо выглядит. И это впечатляет, поскольку седан Краун – это вроде как отвратительная машина. Вообще не привлекательный автомобиль, слишком большие колеса, маленькие окна. Весь ее профиль странноват. Непонятный передок. Сигни у них получилось намного лучше. Он выглядит премиально, хорошо, приятно, роскошно. Очень симпатичный дизайн. Я считаю этот автомобиль на удивление привлекательным. И внутри то же самое. Привлекательность Краун Сигни снаружи определенно перенесена и в салон. Он на удивление хорош. Хорошая компоновка, красивое и очень располагающее пространство. Прямо-таки стучится в дверь к качеству Лексус, несмотря на отсутствие шильдика Лексус. И, кстати, вот вам еще соперники машины Лексус НХ и РХ. Также незначительно дороже этой машины и входят в портфолио Тойоты. Но, если по какой-то причине вы хотите хорошую Тойоту без шильдика Лексус, внутри эта машина именно такая. Ее сидения очень привлекательные. На их верхней части красивая строчка, крутой дизайн. И в этой машине сведено до минимума использование дешевого пластика, даже на торпедо. По сути, все, что вам видно, к чему можно прикоснуться, сделано из качественных материалов. На удивление, хорошие на вид и на ощупь. Что дает этой машине некоторое преимущество относительно других моделей в линейке Тойота. Пусть и ценник ее выше. Ладно, внутри Краун Сигни есть кое-какие интересные фишки и особенности, которые стоит отметить. Одна из них, мне очень нравится, это камера в зеркале заднего вида. Прямо сейчас зеркало заднего вида это зеркало, но нажмите на этот переключатель и на нем появится изображение с камерой. Это значительно улучшит задний обзор. Во мне придется смотреть через весь салон. Фантастическая особенность. Очень рад, что Тойота добавляют ее во многие свои машины. И мне хотелось бы, чтобы другие автопроизводители тоже так делали. Еще здесь есть центральная консоль. Ничего удивительного, но тут крутая часть заключается в том, что открыть ее можно как с водительской, так и с пассажирской стороны. Кнопка есть с одной стороны, нажмите, открылась, с другой стороны тоже есть кнопка, нажмите, открылась. Не знаю, как они это делают, это магия, но они это сделали и это прекрасно. Следующая интересная фишка Краун Сигни – площадка беспроводной зарядки. Они есть во многих машинах и в этой ее разместили довольно удачно. Она находится вот здесь на центральной консоли и она полностью вертикально. Не плоская, как в некоторых машинах, где она занимает много пространства. Здесь она занимает его по минимуму. И это трудно заснять на камеру, но там даже есть небольшие клипсы, которыми можно зафиксировать ваш телефон внутри этого отверстия, чтобы он продолжал заряжаться даже в поворотах и когда вы будете переезжать кочки. Это крутая задумка. Еще, как вам, вот такая интересная фишка. В Краун Сигне, само собой, можно включить подогрев сидений, охлаждение сидений и подогрев руля. Либо вы можете позволить машине решать за вас. Все слышали об автоматическом климат-контроле, где вы устанавливаете температуру и машина сама поддерживает эту температуру. Здесь вы можете включить автоматический подогрев и охлаждение сидений и руля. И машина будет включать их, либо отключать в зависимости от температуры. И вам вообще не придется ничего нажимать. Садитесь внутрь, в машине холодно. В таком случае подогрев сидений автоматически включится, так же, как и подогрев руля. При желании можете включать их и вручную, но автоматический подогрев и охлаждение сидений – это крутая особенность. И в тему подогрева всякого. Еще в этой машине есть подогрев лобового стекла. Вот здесь слева от руля находится кнопка, нажмите ее, и это включит подогрев лобового. В отличие от самых крутых внедорожников, подогреваться будет не все лобовое, а только элементы вокруг него. Тем не менее, очень удобная особенность, с помощью которой в особенно холодную погоду вы сможете избавиться от льда, сковавшего ваши щетки стеклоочистителя. И вы быстрее сможете начать движение, избавившись от льда на лобовом. Это удобно. Еще одна интересная вещь здесь, лепестки переключений. Они расположены на руле, повышение и понижение. Это особенность, которой в краунсигне никто и никогда не будет пользоваться. И далее еще одна интересная кнопка слева от руля. Вот эта кнопка включит омывайку фар. Нажав на нее, из форсунки над фарой брызнет струя, и ваша фара очистится. Можете сделать это в любой момент, если вам показалось, что ваши фары запылились или заляпались, потому что их разместили очень низко. Просто нажмите на кнопку, и вот ваши фары чистые. Вам не обязательно протирать их своими руками, как какой-то плебей. Далее переходим к технологиям этой машины, и они вообще-то вполне сносные. Я уже отметил изображение с камеры в зеркале, но затем у нас тут мультимедийный экран. Мультимедийные технологии Toyota довольно хороши, экран, конечно, относительно маленький, но работает вполне хорошо, интуитивно, очень отзывчиво, и пользоваться им вполне удобно. Само собой, Android Auto и Apple CarPlay встроены в него по умолчанию. Недостаток этой мультимедии заключается в том, что вы не сможете вывести на экран две панели одновременно. Вы не сможете одновременно посмотреть разделы с навигацией и музыкой, но это не такая уж и большая проблема. Вы можете с легкостью между ними переключаться. Еще один недостаток, это нелепая система обзора на 360 градусов. Нажмите на кнопку View, включается обзор, и это яйцевидная система обзора на 360. Камеру нельзя повернуть или наклонить, как в любой другой машине с такой системой. Здесь вам придется ждать, пока она сама покажет нужное вам место, и это абсурд. Тем не менее, вот что мне нравится. Это есть и у меня в Sequoie. Если нажать на ту же самую кнопку камеры, находясь на драйве, то на экране появится обычная система камер. И вот это уже довольно хорошая система, в которую входит больше углов обзора и более качественное изображение. Особенно это удобно, поскольку сама эта система включится только если выбрать заднюю. Но если вы заехали в какое-то тесное место, вам не нужна задняя, но нужны камеры, все очень легко. Просто нажмите на кнопку View, находясь на драйве. Что до приборной панели Crown Signia. Должен сказать, что мне она очень нравится. Я ей очень впечатлен, и это неожиданность, поскольку цифровые приборки прошлых Toyota мне очень не нравились. Включая ту, что в моей Sequoie, про которую я могу разве что сказать, что она норм. Это модель 24-го, а это 25-го, и они добавили в приборку настраиваемости. Теперь вы можете настроить все три панели этой цифровой приборной панели. Слева можно вывести аудио, что сейчас играет по центру карту. Справа можно вывести информацию о поездке, одометр и прочее. Либо можете разместить на этих трех экранах множество другой информации в нужном вам порядке. Все можно настроить, и вывести туда можно практически все, что вы пожелаете. Трудно себе представить, что кто-то пожелает чего-то большего. Кроме того, при желании вы можете сделать экран более сосредоточенным, избавиться от цифровых приборов, круглых компонентов, и сделать так, чтобы информация, отображенная на всех трех панелях, стала крупнее. Отличная приборка. Все ждали, когда Toyota такую сделают, и это первая новая Toyota с действительно хорошей системой в приборной панели. Еще одна крутая штука в приборке. На одну из панелей вы можете вывести шкалу экологии, по которой машина оценит, насколько экологичным является ваш стиль вождения. Хорошо ли вы экономите топливо? Так что можете сравнивать эту информацию со своими прошлыми показателями, чтобы проверить, достаточно ли экономично вы управляете машиной. Круто. И далее перемещаемся на задний ряд Crown Sydney, и должен сказать, что размер у него что надо, даже при том, что у этой машины немного занижена линия крыши относительно других кроссоверов и внедорожников, и она не рассчитана на максимальную вместимость. В ней нет третьего ряда, пространства здесь достаточно. Переднее сидение расположено, как если бы я в нем сидел. Я довольно высокий водитель, и при этом сзади у меня есть несколько сантиметров до спинки переднего сидения. Есть место для головы, даже при том, что здесь большая панорамная крыша, из-за которой порой место для головы становится меньше, особенно в машинах пониже. Здесь много пространства для коленей, головы и бедер. Прекрасное место для времяпровождения, здесь очень комфортно. И кроме того, сзади есть кое-какие классные удобства. Например, подогрев задних сидений, он включается с помощью вот этой кнопки на двери, как вы можете видеть. Еще сзади есть вентоотверстие, это тоже хорошо. И разъемы USB-C, сзади возможно зарядить свои девайсы. И само собой, также сзади есть держатели для стаканов, они интегрированы в дверные панели с каждой из сторон. Либо вы можете откинуть центральный подлокотник, в нем вы обнаружите дополнительные держатели. Так что ничего особо захватывающего или крутого, никаких фишек и никаких особенностей. Но это приятное и комфортное место для времяпровождения. И наконец-то переходим к багажному пространству Crown Signia. Открываем дверь багажника и обнаруживаем багажник. В нем нет ничего особо интересного, хотя он глубже и длиннее, чем я ожидал. Места в нем достаточно, опять же, несмотря на тот факт, что это не огромный внедорожник. Места в нем все равно достаточно. Линия крыши, конечно, в какой-то степени влияет на количество пространства. Если вы решите забить его вещами до максимума, то будь это кроссовер повыше, у вас было бы побольше пространства. Но думаю, что для большинства людей и большинства случаев этого тоже достаточно. Вот все же одна интересная вещь. Под полом вы не получите дополнительного пространства, как в некоторых машинах. Но если поднять пол, то вы поймете, что его петли находятся в нескольких сантиметрах от края. И под ним скрывается маленький дополнительный отсек, в котором при желании можно разместить маленькие дополнительные предметы. Сюда уместится не так много всякого, но уместится. Вы можете поднять пол и до конца, но дальше все место занято. Хранить там ничего не получится. Получится только в этом маленьком отсеке с краю. И если честно, это лучше, чем ничего. Еще стоит отметить, что в багажнике есть вот эти ручки, с помощью которых можно опустить задние сидения. Это делается не автоматически, но и ничего. Это означает, что подойдя к машине с предметом покрупнее, вам не придется подходить к каждому из сидений, чтобы их сложить. Это можно сделать прямо из багажника. И это довольно удобно. Само собой, чтобы поднять сидение обратно, для этого к сидениям придется подойти. Но все же это лучше, чем если бы в багажнике Краун Сигния ничего не было. Ладно, веду Тойота Краун Сигния. Агрессивнее, чем сейчас, никто и никогда название этого автомобиля не произносил. В мире автомобилей универсал это ругательство. Никто не хочет себе универсал, все хотят кроссовер. Вы не можете называть свою машину универсалом, даже если продаете именно универсал. Если только вы не Субару, в их случае можно просто сказать Outback. Это все поймут и будут счастливы. Эта машина хорошо выглядит, она будет заполнять небольшую часть линейки Тойота и будет продаваться не в больших количествах. Но едет она очень хорошо. И снаружи выглядит она тоже очень хорошо, как мне кажется. Салон здесь просто прекрасен. Она слишком дорого стоит, она представляет очень узкий сегмент. Если честно, я не знаю, почему кто-то купит эту машину вместо Хайлендера. И Тойота такие, это машина для семей без детей, которым нужен расход топлива и ненужные сидения. Да, но если вы предоставляете возможность взять больше сидений за меньшие деньги, то люди будут такие типа, ну может они мне не нужны, не уверен. Дорогой, а ты не думаешь? А ну да, наверное, следует взять сидениями, сэкономим денег. Никто не будет это покупать. Но те, кто купит, испытают вполне приятные ощущения. По качеству эта машина почти на уровне Лексус. И если честно, еще одна крутая в ней штука, она будет немного более особенной и интересной относительно скучного стандартного Хайлендера или Гибридера в 4 или еще чего. Эти машины всюду. Буквально вот один прямо передо мной сейчас едет. Как по мне, главный недостаток этой машины – это цены. Ценник слишком высокий. Венза была не особо популярной, и она была на 8 штук дешевле этой. Так что не думаю, что такая стратегия – взять цену той машины и поднять ее – самое хорошее. Но давайте немного поподробнее обсудим ощущения от вождения. Отлично едет. Очень мягко, очень комфортно. Здесь достаточно пространства для коленей, головы, бедер. Тут все очень неплохо. Машина вообще не быстрая. Ну, то есть это вообще не быстрый автомобиль. Он нормальный, вполне адекватный. Вы без проблем сможете ездить и по городу, и по трассе. Но в драг-рейсе на этой машине вы не победите. Хотя, как по мне, это норм. Опять же, автолюбители скажут – Он медленный! Это так, по стандартам автолюбителей. Но для пенсионеров из Калгири, которые приезжают зимой в Паум Спрингс, это отличный вариант. Отличный расход топлива по трассе, и вернувшись в Калгири, они смогут ездить на этой машине к своим внукам. Хотя, подозреваю, что им могут понадобиться дополнительные сидения Хайлендера. Ну и стоит отметить, что эта машина качественнее Хайлендера. И причина, по которой она дороже, в том, что можно, конечно, взять Хайлендер дешевле этой машины, но это будет Хайлендер средней или низкой комплектации. Для своей цены эта машина хорошая. В самом деле. Прямо по-настоящему хорошая машина с высококлассным салоном. Придется пожертвовать сидениями, но вы получите превосходное преимущество в плане расхода топлива. В общем, это будет востребованный автомобиль, если по какой-то причине он вам подходит. Если вам нужно что-то получше RAV4, вам не нужны сидения Хайлендера, то он вам подойдет. Мне кажется, это очень тонкий срез населения. Но еще мне кажется, что в результате эта машина окажется вполне хорошим предложением на вторичке спустя несколько лет. И, вероятно, это лучший способ покупки Crown Signia, особенно если вы любитель универсалов. Так вы получите секретный универсал Toyota. Просто при встрече с людьми из Toyota называйте его кроссовером. Итак, это новая Toyota Crown Signia 2025 года. Честно говоря, я не уверен, что в ней что-то есть. Она хорошая, вполне хорошо едет, хорошо выглядит. У нее отличный расход топлива, фантастический салон. Но я не уверен в том, что кто-то это в самом деле купит. Мне нравится, что Toyota снова выпустили универсал, но продают его под видом кроссоверы. У них и так есть 8 других кроссоверов на выбор. И они уже дважды отменяли Вензу из этого же сегмента. Я не уверен, что эта машина справится лучше Вензы. Но поживем, увидим. Теперь же пришло время оценить Crown Signia по шкале Дага. И вот шкала Дага. 47 из 100, что размещает Crown Signia здесь, среди похожих машин. Мне в принципе нравится Crown Signia. В действительности это универсал Toyota. Пусть его и называют кроссовером на практике, что меня лично путает. Он пришел на замену плохо продающейся Венза, но он дороже, чем она. И мне кажется, что это разве что приведет к еще более плохим продажам. Еще он дороже гибридных версий Toyota RAV4, с лучшим расходом топлива и такой же практичностью, хоть и не на том же уровне люксовости. Если вам нужен люкс, вы, впрочем, можете подняться до Lexus NX или RX, доплатив не так уж и много. Притом получив и гибридную силовую установку, разве что с лучшим именем марки и салоном. Crown Signia это вполне хорошая машина, но найдутся ли для нее покупатели? Вероятно, они предпочтут один из только что перечисленных вариантов. Привел, озвучил Дима Экзосфера. Продолжение следует...